Увеличение количества пожаров огнемборцы напрямую связывают с наступлением холодов. Основными причинами несчастных случаев остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пользования бытовыми приборами. Так, без крыши над головой осталась одна из алданских семей. Татьяна Вахнина узнала подробности. Барачного дома под номером 76 по улице Горького больше нет. Огонь полностью уничтожил деревянное строение. Большинство квартир были нежилыми. Крыши над головой лишилась одна семья. Вопросы с расстелением погорельцев решает местная власть. Причины пожара выясняют специалисты. Нами проводится предварительная проверка. То есть будем проводить осмотр места происшествия, опрос очевидцев, всех потерпевших. То есть проверка еще проводится, пока говорит о результатах рано. Пожар по улице Горького на минувших выходных стал не единственным. В эти дни в Алданском районе произошло три возгорания. С наступлением морозов ежегодно отмечается всплеск пожаров. Кроме того, по словам специалистов, в 2016-м отмечается негативная тенденция. На текущий период зафиксировано большее количество пожаров, нежели годом ранее. На сегодняшний день, с начала года, у нас произошло в районе 54 пожара. Причем 70% из них, 38 пожаров, произошло именно на объектах жилого сектора. То есть это как ведомственные, индивидуальные жилые дома, так и на дворные постройки, гаражи, теплицы, бани. То есть вот это больше комплекс. При этом в жилом секторе у нас зарегистрирована гибель четырех человек. Большинство пожаров происходит в жилом секторе. В подавляющем большинстве причинами остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации отопительных приборов. Основные причины пожаров у нас все же остаются. Это нарушение правил устройства, эксплуатации электросетей, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Также нарушение правил эксплуатации отопительных печей. Следите за состоянием проводки. Будьте аккуратны с обогревателями и печами. Огнеборцы напоминают гражданам о правилах безопасности и призывают соблюдать осторожность.